ульрих в прошлом фокт самбии и великий маршал ордена в 1407 году сменил на посту великого магистра пруссии умершего старшего брата конрада фон юнген гена его избрание сделала невозможным мирное урегулирование конфликта с польским королевством и великим княжеством литовским поскольку магистр ульрих являлся активным проводником политики натиска на восток так называемая великая война вспыхнувшая вследствие этой политики в 1409 году привела тефтонский орден на край гибели поводом к развязыванию войны стал захват тефтонцами 20 польских кораблей с хлебом направленных королем голодающей литве большие грузовые суда следовавшие по висле с драгоценным продовольствием на борту были перехвачены немцами урагнеты по личному распоряжению великого магистра 6 августа 1409 года послы тефтонского ордена официально уведомили правителей польши и литвы о начале военных действий так началась великая война главный удар крестоносцы направили на дабжинскую землю великий магистр лично командовал этим походом за вторую половину августа войска ордена захватили крепости дабжинь рыпин липно бобровники и злотарию начало войны застала польского короля врасплох 4 сентября его войско потерпела поражение от рыцарей ордена подвел у нем однако литовская армия при поддержке жемайтийских повстанцев овладела замками фрёденбург и дубиса 30 сентября поляки отбили быт гощ основная битва состоялась на территории государства тефтонского ордена в местности расположенной между тремя деревнями грюнвальд на западе таненберг на северо-востоке и людвиксдорф на юге магистр тефтонцев избрал оборонительную тактику приготовившись отразить удары со стороны польши с тем чтобы удержать за орденом дабжинскую землю и куявию для генерального сражения он подготовил мощную армию из 60 хоругвий армия насчитывала 33 тысячи бойцов из них 21 тысячу составляли рыцари и оруженосцы 6000 пехотинцы и еще 6000 челядь помимо того тефтонцы широко использовали артиллерию у них имелись бомбарды различных калибров польская армия состоявшая из 90 хоругвий была гораздо более многочисленной ее ударной силой являлись 18 тысяч польских рыцарей чё защитное вооружение лишь немногим уступала немецкому литовская и татарская легкая конница насчитывала соответственно 11 и 5 тысяч количество польских литовских русских и чешских пехотинцев доходило по разным оценкам до 20 тысяч а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сражение при Грюнвальде начали легкая конница литовцев и татары Джилаль-Эддина, вступившие в бой с левым флангом крестоносцев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С высоты птичьего полета было хорошо видно, как ударная группировка магистра и правый фланг орденской армии постепенно втянулись в два кольца окружения. Теперь их участь была предрешена. Но крестоносцы бились отчаянно, пощады никто не просил. Некоторым мелким группам удалось, прорвав кольцо окружения, отойти к обозам, к последнему пункту обороны Тевтонцев. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ульрих фон Юнгенген, размахивая обогренным мечом, из последних сил, отбивался от копий и рогатин, нацеленных на него со всех сторон. Оруженосцы и рыцари, прикрывавшие спину великого магистра, пали один за другим. Внезапно в сутолоке боя, перед глазами Ульриха, мелькнуло раскосое лицо. Спустя мгновение татарский сотник, Багардин, нанес ему молниеносный удар копьем в лоб. Обливаясь кровью, гроссмейстер рухнул с коня. Раненый Ульрих едва успел приподняться на локте, как целая толпа литвинов, одетых в звериные шкуры, закрыла от него небо. Литовская рогатина вонзилась магистру под сердце и пригвоздила его к земле. Наши силы найдут их умение! Вновь к борьбе! Литовская рогатина Литовская рогатина вонзилась на локте, как целая толпа литвинов, одетых в звериные шкуры. Литовская рогатина вонзилась на локте, как и вновь к земле. Литовская рогатина вонзилась на локте, как и вновь к земле. Литовская рогатина вонзилась на локте, как и вновь к земле. Литовская рогатина вонзилась на локте, как и вновь к земле. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Битва завершилась до захода солнца. Орден потерпел катастрофическое поражение. В бою пали 18 тысяч крестоносцев, включая почти все Орденское начальство, Великого Магистра, Великого Маршала, Великого Комтура, Великого Казначея, Великого Ризничева, а также многих Комтуров, командиров Хоруби. Великого Магистра Великого Магистра, Великого Магистра, Великого Магистра. Великого Магистра, Великого Магистра, Великого Магистра. уже без участия Великого княжества Литовского и, лишившись значительной части своих владений, в Восточной Померании, а также собственно в Пруссии, которые попали в подчинение непосредственно польской короне, признал вассальную зависимость от Польши. Орден просуществовал до 1525 года, когда великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн-Бранденбургский перешел в протестантизм и объявил о создании герцогства Пруссия, первого протестантского государства в Европе. 15 июля 1410 года союз королевства польского и великого княжества литовского под предводительством Короля Владислава II Егайла и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена. Грюнвальдская битва была одной из крупнейших битв средневековой Европы и является одной из важнейших побед в истории Польши, Белоруссии и Литвы.